В последние три года у нас стабильно высокий урожай и стабильно хорошее качество. И на сегодняшний день мы поняли, что биологический препарат для нас более эффективен. Мы компания, которая сумела науку донести до реальных полей, до больших полей. Уже который год они возят нам в сеть картофель по заданным стандартам качества. Картофель тоже может быть премиальным. Ежегодно на территории России четверть миллиона гектар земли засевается картофелем. Суммарный урожай в стране около семи миллионов тонн. Картофель – одна из самых популярных культур для каждого жителя страны. Его выращивание – сложный процесс, в который непредсказуемо вмешиваются внешние факторы – истощение почв, засуха, обильные дожди во время уборки, вредители. Несмотря на сложный сезон, на агроплощадках холдинга «АФГ Националь» в Нижегородской области в 2021 году было собрано более 56 тысяч тонн качественного картофеля. Наше хозяйство занимается выращиванием картофеля и зерновых. Основная наша культура – это картофель. Первые посадки у нас начались в 2008 году с площадью 180 гектар. С каждым годом увеличилось до площадей до 500 гектар. Мы собираем картофель более 60 тонн с гектара. При этом в 2014 году мы увидели первые проявления нематоды. И сначала мы не понимали, что это, и агрономы очень сильно озаботились, потому что с каждым годом ее процент в полях становился все больше и больше. Нематоды – микроскопические паразитические черви – объекты внешнего и внутреннего карантина. Поражая корневую систему, нематоды делают растения уязвимыми к бактериальным заболеваниям. Потери урожая от нематоды могут достигать 90%. Никто не знал, что это за паразит. Боролись со вторичными признаками нематоды – это бактериозы, разные гнилостные заболевания. Потому что нематода поражала картофель, никто не выявлял ее, а через эти поражения заходили много-много-много других заболеваний. Картофель не хранился в складах, соответственно, как только приходила весна, хранилища открывались, а там продавать уже было нечего, потому что картошка была уже не товарного вида. В 2019 году распространение нематоды на участках группы компании «АФГ Националь» доходило до 25-30%, что значительно влияло на экономику производства. Ситуация требовала решительных действий. И тогда мы познакомились с представителем компании, который нам подсказал свой препарат, который мы уже три года подряд используем. Поначалу мы относились к нему с опаской, этот препарат – нематафагин. Компания «МИКОПРО» основана в 2013 году в Центре биотехнологического кластера Новосибирской области, Наукограде, Кольцово. Основная специализация – агробиотехнологии. В 2014 году «МИКОПРО» вывела на рынок уникальный биологический препарат «Нематафагин» на основе хищного гриба – естественного врага нематоды, воплотив в эффективном технологическом решении более 20 лет научных исследований. У нас в команде есть ведущий миколог Российской Федерации Тамара Владимировна Теплякова. Она большую часть жизни посвятила изучению грибов, изучению принципа действия грибов. И хищные грибы – это, грубо говоря, один из ее любимцев. Грибы, я считаю, самые умные микроорганизмы, которые вообще есть в природе. Есть даже такая версия, что все растения и вся природа общается за счет грибов. Когда начинаем применять новый препарат, знаете, всегда есть сомнения, то есть эффективен ли он и как это проверить. Ну, решили проверить вот таким методом. При анализе входящего семенного материала было выявлено клубни, которые были поражены стеблевой нематодой. А затем стеблевая нематода была выделена из этих клубней с помощью измельчения и воды. А потом в чашку Петри вместе со стеблевой нематодой было добавлен небольшое количество гриба, то есть нематфагина живого из канистры. То есть видно, как буквально в течение пяти минут нематода запутывается в мицелии гриба и теряет способность к передвижению и в дальнейшем уже просто-напросто погибает. Хищный гриб – естественный враг нематоды в природе. Самое главное, что у нас не идет привыкание к препарату нематоды. То есть нематода и гриб хищный, они не привыкают друг к другу, у любого хищника к жертве, нет привыкания. В 2019 году нижегородские картофельные системы впервые применили нематофагин «Микопро» на своих полях. Сначала мы тоже не верили, потому что вроде какая-то жидкость может убить такую большую проблему в картофеле. И с первого года мы увидели результат. Мы протестировали этот препарат в разных нормах, ну, в очень жестких условиях, так скажем. И нам понравился результат. Сначала это были небольшие участки. Производственный участок – это где-то приблизительно минимум 15 гектар. Нашли оптимальную дозу для применения. И следующий год был 50%. Руководство компании сказало, что сэкономили, не применили на 100%. Вот увидели, сколько мы потеряли. На участках же, где был препарат внесён, то есть там качественные картофели получили. То есть и содержание поражённых клубней, стеблевой аниматоды было, конечно, полностью не ушли. Но оно стало, ну, полтора-два процента. Поэтому из года в год мы увеличили и вышли на 100% внедрение метафагина на всю картофельную площадь. Благодаря этому мы сегодня имеем качественный картофель, имеем своё имя в сетях, имеем урожай, которому мы радуемся, который нас удовлетворяет. На сегодняшний день холдинг «АФГ Националь» выращивает 80% качественного картофеля премиум-класса, который продаётся в мытом виде. Препарат отлично вписывается в нашу линейку. То есть он не предоставляет никаких трудностей при растворении, при его внесении. Мы всегда вписываемся в технологическую цепочку компании. Стараемся так внедрить препарат, чтобы действительно ни один рубль не ударял по себе стоимости выше. Быстро применяется, применяется вместе с другими препаратами в баковых смесях. Не нужны какие-то специальные опрыскиватели и оборудования. Разумеется, если это есть в хозяйстве, мы этим будем пользоваться. Если этого нет, можно применять препарат в текущих условиях. Особенно важно. Немотофагин «Мика-Про» является биологическим препаратом. Он безопасен, формирует биоту почвы, укрепляет защитную систему растения и стимулирует его рост. Почему мы решили заняться именно биологическими средствами? Потому что понимаем, что почва и все микроорганизмы, которые есть, так или иначе подавляются. И сейчас мы хотим вернуть почву и ее естество. Заселяем туда те микроорганизмы, которые нужны для качества, которые начинают восстанавливать микробиоту, микоризу вокруг растений, дают корневопитание. Наш хищный гриб, например, когда применяется против нематода, он стимулирует рост растений. Он не только борется с вредителем, но и помогает растению вырабатывать свой собственный иммунитет, возвращает ему ту силу, которой была заложена природой. И это, наверное, такая основная миссия нашей компании – возвращать природе то, что она сама придумала и заложила в основе регуляции численности микроорганизмов. Очень существенный момент – это экологичность препарата «Нематфагин». Это биологическое средство защиты. Другие же препараты – это химические вещества. И помимо того, что мы выращиваем продовольственные картофели, все-таки о людях нужно подумать и о окружающей среде, потому что мы здесь, как говорится, не всегда будем эти земли, чтобы потом достались нашим детям и внукам в хорошем состоянии. Мы работаем долго, наша компания пришла надолго. И мы хотим, чтобы земля была живая, постоянно нам давала урожай, качественную продукцию. Это основной подход. Весь мир смотрит в безопасность продукции, получаемой от сельского хозяйства. Мы сейчас наблюдаем о том, что идет очень сильное привыкание к химическим препаратам. Поэтому мы смотрим на продукты биологические, которые помогут нам вырастить высококлассный урожай. Но при этом, чтобы себестоимость продукции была минимальная. Для нас самое главное получение с одного гектара наибольшего количества урожая и качественной продукции. Поэтому мы выбираем препараты, которые нам позволят как можно дольше сохранять землю плодородной, которая дает урожай независимо от погодных условий. Как и наша компания настроена на получение премиум продукта, для нас очень важно, чтобы он был красив не только внешне, но и был очень экологичен внутри. То есть мы должны его сами есть, должен у нас есть покупатель наш этот продукт и не волноваться за то, что там содержание будет для него не очень приятное. Поэтому овощи чистой воды, которые мы вырастили, они, так сказать, с знаковым зелененьким листочком выпускать, потому что они на самом деле безопасны, вкусны и на самом деле фалиты чистой водой. По информации Министерства сельского хозяйства России в этом году урожай картофеля сложится на уровне 260-280 центнеров гектаров. У нас же получилось в целом по предприятию 560. То есть увидишь, у нас урожай в этом году выше, чем в среднем по стране, в два раза практически. Одна из крупнейших торговых сетей страны «Магнит» четвертый год сотрудничает с нижегородскими картофельными системами и отмечает высокое качество поставляемого картофеля. Сети достаточно привередливый покупатель. Если вы знаете, то их требование к продукции, она гораздо жестче, чем наши гостовские стандарты. И как раз вот это стабильное качество и высокие урожаи позволили нам показать себя на рынке. И даже федеральные сети сейчас к нам выстроились в очередь за нашей продукцией. И даже те, кому несколько лет назад не могли их убедить в том, что мы являемся надежным поставщиком, сейчас звонят чуть ли не каждый день обрывая трубки с вопросами, когда же мы начнем открывать нашу продукцию. Категория «Овощи и фрукты» является трафикообразующей для нашей сети, а картофель и вовсе входит в топ-10 покупок наших клиентов. Для нас является важным вопросом сохранения качества продукции. Мы довольны профессиональным подходом команды «АФГ Националь» на всех производственных этапах, включая один из самых важных, связанных с системой защиты растений. В рамках производственного процесса компания «АФГ Националь» применяет самые передовые технологии, включая продукты биологической защиты. Отчасти поэтому в текущем непростом для всех аграрии в сезоне компании удалось добиться заявленных объемов производства и вплотную приблизиться к рекордным показателям. Уже который год они возят нам в сеть картофель по заданным стандартам качества. Дополнительное и немаловажное преимущество биопрепарата «Нематофагин Мика Про» – его экономичность, высокая эффективность при минимальных затратах на гектар. Для достижения результата достаточно одного внесения в сезон. Цена в 2-3 раза ниже аналогов. Для хозяйства это очень важно, особенно во время сложного низкого сезона, когда копается не 60 тонн с гектара, а по 20-30 во многих хозяйствах. И на сегодняшний день мы поняли, что биологический препарат для нас более эффективен в том плане, что это экономически нам выгодно и с точки зрения экологии, более безопасно и для почвы, и для продукции. Это вещи, за которые стоит будущее. Это и с точки зрения экономики выращивания картофеля на 1 гектар, и это и агротехнический прием, который помогает нам решить те задачи, с которыми можно справиться химические средства защиты. Наш труд, он виден только в полях, виден в полях и виден в хранилищах. Заходишь в это хранилище и хочешь слюбоваться этим картофелем, потому что здесь виден труд твой, виден труд твоего коллектива, где люди с полной самодачей отдавались, чтобы вырастить такой картофель. Последние три года у нас стабильно высокий урожай и стабильно хорошее качество. Мечта любого сельхозтоваропроизводителя – уйти от влияния погодных факторов и катаклизмов. Я как раз думаю, что это один из инструментов, который позволяет нивелировать воздействие погодных факторов на результаты работы. Мы компания, которая сумела науку донести до реальных полей, до больших полей. Фактически начинали с одной пробирки, с одной колбы. Сейчас мы засеваем уже тысячи гектар земли. Я думаю, что в дальнейшем у нас будет еще много открытий с ними вместе. И также это даст свои плоды в наших урожаях и в премиум продуктах. Хорошо, что есть в нашей стране подобные энтузиасты и компании, как Микопром, которые не стесняются конкурировать с такими крупными международными и транснациональными корпорациями. И надеюсь, как раз благодаря вам это направление будет развиваться. Но мы со своей стороны будем вас всячески поддерживать. Сейчас в арсенале Микопро четыре препарата, которые образуют комплексную систему биологической защиты почвы и растений. Уже восемь лет в 57 регионах страны Микопро помогает создавать условия для здорового роста растений и продлевает жизнь планете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok